Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапа-регион, в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Мы снимаем нагрузку с городской поликлиники, приезжают узко специализированные специалисты. Большая забота о маленьких жителях. Более полсотни детей села Витязева прошли бесплатное медицинское обследование. Они будут именно непосредственно такими информационными помощниками любому человеку, который приедет к нам посмотреть, может быть, на сборную Дани, а может быть, просто отдыхать и узнать что-то о чемпионате. На финишной прямой анапские волонтеры сверяют часы перед началом проведения главного спортивного события года. Элемент конкуренции, они начинают проверять друг друга. Проверили друг друга и самих себя. Юные спортсмены из Анапы и Геленджика приняли участие в практическом семинаре по Айкидо. Глава Анапы провел общегородское планерное совещание. Юрий Поляков поблагодарил работников учреждения культуры за достойную организацию празднования Дня Победы. Впереди много других ответственных событий, к которым город и его службы должны быть готовы от и до. У нас не только город, у нас все муниципальное образование. Вы для себя график сделайте, пожалуйста. У вас есть Большой Утриш, у вас есть СОПО, у вас есть Витязево, Благовещенская. То есть там нужно все отмониторить и посмотреть, в каком состоянии там все находится. Потому что носиться вокруг центра города, это еще не значит, что порядок муниципалитет. Перед управлением муниципального контроля та же задача – освобождать город и сельские территории от незаконных, некапитальных строений. На очереди объекты на улицах Черноморской, Пушкина, Таманской, Набережной. Договоры с их владельцами расторгнуты. Улица Горького, вот Гребенской до Красноармейской. Ну, уважаемые жители, ну вы торгуйте, торгуйте, я не возражаю, да? Ну почему надо опять торговать на тротуаре, я не могу понять. Ну опять эти комбинации на тротуаре, трусы, там эти брошки, все на тротуаре. Ну есть же там где магазин. Ну и торгуйте вам внутри своего магазина. Нет, надо разложиться вот так все. То есть в этом плане, в этом плане отрабатывайте, приучайте до сезона людей, если они осуществляют какой-то день, пусть у себя внутри осуществляют, не на тротуаре. Поручение главы освободить город от незаконной деятельности выполняется сразу несколькими службами. Правовое управление ведет работу в юридической плоскости. О расторжении за нецелевое использование входа на 60 исковых заявлений удовлетворено 17, 15 расторгнутых в стадии расторжения. Отказано по 8 договорам аренды и в производстве 38. Идет работа по предоставлению помещений от застройщиков сначала муниципалитету, а затем общественным организациям. Хотел доложить, что общественной организацией родителей, детей, инвалидов в адрес жизни предоставлено безвозмездное оборудование помещения. 50 квадратных метров по улице Объездной, 39. В завершении планерного совещания Юрий Поляков обратился к председателю общественного совета Александру Смирнову с предложением вынести на обсуждение общественности создание архитектурного объекта на проспекте революции. Государственное юридическое бюро Краснодарского края провело бесплатный прием для анапчан. Мероприятие прошло в ДК молодежной. Пришедшие могли получить исчерпывающую консультацию по самым разным вопросам. Сегодня в Анапе остро стоит тема межевых споров между соседями частных домовладений. Были те, кто считает, что их права нарушены работодателем. В преддверии курортного сезона актуален вопрос регистрации для ведения гостиничной деятельности. На эти и любые другие вопросы отвечали специалисты из краевого центра. Пришла на консультацию. Мой вопрос был освещен. Я получила нужную информацию положительную, которая меня устраивает. Очень эффективно. В процентном соотношении я не могу сказать, но то, что меня интересовало, я получила. Консультация очень хорошая. Очередной день здоровья прошел на минувших выходных в селе Витязево. В этот раз на приеме у врачей побывали маленькие жители села. Все они прошли ряд профилактических медицинских исследований. Родители получили консультации и рекомендации относительно здоровья детей. Сегодня городские узкопрофильные специалисты принимают главных пациентов села Витязево детей. Только малышей до года было осмотрено около 50 человек. Основной поток и основная нагрузка на врачей приходится от детей раннего возраста. Именно поэтому сегодняшний день здоровья прежде всего ориентирован на детей грудного возраста. То есть от нуля и до 12 месяцев. Однако мы решили на этом не останавливаться. Конечно, мы всегда ждем и без очереди, и в любой день, и сегодняшний день. Тем более детей с серьезными патологиями на диспансерном учете и, конечно, детей инвалидов. Юлия переехала в Витязево из Красноярска совсем недавно. У нее особенный ребенок, который требует постоянного наблюдения врачей. Обычно на обход разных специалистов уходило от одного до нескольких дней. Сегодня всех необходимых врачей они прошли за 40 минут, без талонов и длинных очередей. Данные условия очень порадовали. Во-первых, есть пандус, то есть заезд, очень удобный, не скользкий. И угол наклона идеальный. То есть мы спокойно заехали, доступ в каждый кабинет мы получили очень легко. Безбарьерная среда. На самом деле нереально в один день пройти всех специалистов и увидеть проблемы, которые есть или которые могут быть. Это очень важно. То есть показать ребенка специалистам, хотя бы для того, чтобы просто успокоиться, что все хорошо. Маленьких пациентов осмотрели офтальмолог, хирург, стоматолог и другие узкие специалисты. Кому необходимо, провели УЗИ и ЭКГ. Всего на приеме в эти выходные побывали около 70 маленьких жителей села Витязева. Практика проведения дней здоровья на территории сельских округов действительно, она себя оправдывает, потому что мы снимаем нагрузку с городской поликлиники. Приезжают узкоспециализированные специалисты, которые могут дать консультацию, сделать какие-то необходимые процедуры на местах. Это последний день здоровья перед курортным сезоном. Следующие профилактические мероприятия пройдут осенью. Медики намерены продолжать практику выездных приемов до тех пор, пока это будет востребовано среди населения. Руслан Душевский, Анапа. Регион. Анапские волонтеры вышли на финишную прямую в подготовке к чемпионату мира по футболу. Уже в конце мая в Краснодарский край массово начнут пребывать участники и зрители мирового первенства. Напомним, в Анапе будет тренироваться сборная Дании. Курорт уже готов к приему многочисленных гостей. Важные детали еще раз обсудили добровольцы. Татьяна Дзюба впервые пробует себя в волонтерской деятельности. Считает почетной миссией принять участие в организации главного спортивного события года. К тому же ее навыки могут пригодиться команде. Три года она преподает английский в школе. Учителя здесь на вес золота. Для Татьяны участие в столь масштабном мероприятии – это не только проявление отзывчивости, но и шанс приобрести бесценный опыт. Каждый доброволец обучался в школе волонтерства несколько месяцев. Общественные помощники не только подтянули знания английского. Также они учились искусству коммуникаций, изучали историю и достопримечательности Анапы и Дании. Многие волонтеры будут работать в информационных павильонах. Всего их в Анапе установят 16. На центральной площади, набережной, в аэропорту, на авто и ЖД вокзалах и в других проходимых местах курорта. Волонтеры будут выполнять роль человека, который сможет ответить на все вопросы, которые касаются чемпионата, которые касаются нашего города, какие культурные мероприятия проходят в этот период, где можно купить билет, где проживает известный спортсмен чемпионата. Информация о всех матчах, которые проходят в нашей стране. Они будут информационными помощниками любому человеку, который приедет к нам посмотреть на сборную Дании, а может быть просто отдыхать и узнать что-то о чемпионате. В период чемпионата мира по футболу в Анапе будут работать порядка 120 добровольцев. Это не только молодые активисты, но и волонтеры серебряного возраста. Их следующая встреча состоится уже в эту среду. Ее основной темой станет оказание первой медицинской помощи. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Из Анапы со скидкой с 27 мая по 14 июня билеты на железнодорожный транспорт можно приобрести по специальной низкой цене. Щедрую акцию запустила федеральная пассажирская компания. Предложение распространяется на 56 пассажирских поездов, курсирующих из Анапы, Новороссийска, Адлеры и Ейска в различные города страны. Приобрести льготные билеты можно только на верхние места вагонов купе. Они обойдутся на 60% дешевле нижних полок. Количество мест ограничено. Подробную информацию о направлениях и точных ценах можно узнать на официальном сайте РЖД. В Анапе прошел семинар по айкидо Айкикай для детей и подростков. Данный вид единоборства зародился в 30-40-е годы в Японии. Главная задача человека, который владеет айкидо, контролировать ситуацию настолько, чтобы выбирать, пресечь атаку жесткой или с минимальным для него ущербом. Чем сильнее и злее противник, тем может быть хуже для него самого. Олег Фролов начал свой путь в мир восточных единоборств с карате. Со временем увлекся айкидо. Он приверженец айкикай или школы айки. Той, что сформировал основатель айкидо Мерихей Уисиба в 30-40-х годах 20-го века. Здесь нет спортивных достижений, чемпионских титулов, только рутинная работа над собой. Суть айкидо – контрольна от собственной агрессии и направления энергии противника против него же самого. Одна из форм совершенствования техники – такой вот семинар. Самым маленьким участникам по 7-8 лет. В зале дети из Анапы, а также их сверстники из Геленджика. Хорошая возможность познакомиться друг с другом и подчеркнуть что-нибудь для себя у другого наставника. Для обмена опытом. Дети тренируются, когда друг с другом в зале, они привыкают друг к другу, знают друг друга хорошо, где-то начинают подыгрывать друг к другу. А когда встречаются незнакомые, включается та самая здоровая агрессия, элемент конкуренции, они начинают проверять друг друга. Яна и Олеся познакомились на семинаре. Пару подобрали случайным образом. Яне 12, на айкидо ее привел отец. Дает сил, конечно, дает опыт, чтобы защищаться. Олеся 16 лет. К айкидо начала присматриваться с третьего класса, но увлеклась пением, музыкой, живописью, потом волейболом. Полгода назад пришла в секцию, где занималась подруга. Моральное удовлетворение получаешь. Но от этого занятия, когда ты потренировалась, у тебя, допустим, ровная спина становится, там осанка даже лучше. Айкидо – это не массовый спорт. Попробовать приходят сотни. Остается десятая часть, которая принимает основные идеи. Одна из них – оружие, может быть, не только агрессия, но и уверенность в себе. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Специально для муниципальных служащих скидка на абонемент 20%. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова